Ну что, пережили мы чемпионат Европы без Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Первый с 2014 года. Трио призеров угадывалось еще до старта, так все и подтвердилось. Три ученицы Этери Тутберидзе разыграли места на пьедестале. Но мне лично не хватило все-таки Загитовой. Да, она не выступала на чемпионате России, она снялась. Но, мне кажется, Международная Федерация могла протянуть ей соломинку и помочь поехать на Европу. Каким образом? Если бы чемпионки мира получали вайлдкарт на следующий сезон для выступления и на чемпионате мира, и на своем континентальном первенстве, то они вполне могли бы продлить этим фигуристкам спортивную жизнь. И сейчас бы Загитова каталась бы не у Татьяны Навки в шоу, а ехала домой с чемпионата Европы. Пусть без медали, но зато нам бы, я думаю, было бы гораздо интереснее. И тем трем девочкам, в том числе новым Этери Тутберидзе тоже. Потому что без Загитовой, я думаю, им соревноваться не так интересно. Хотя они в этом, я думаю, вряд ли когда-нибудь признаются. Давайте вручать вайлдкарт чемпионкам мира предыдущего года. Так будет интересно. И не важно, что у России будет 4 места. Чемпионка мира может быть не россиянка, а американка, там японка. И не надо говорить, что это удлинит соревновательную программу. Лишние 2 минуты в короткой программе, там сколько, 3-4 в произвольной, никого не спасут. А зрителям будет только интереснее. Этери Георгиевна, я вас поздравляю. Вы убили интерес к фигурному катанию. Правда, в свое время вы его и породили. Так что, что породили, то и убили. До Загитовой и Медведевой никому не было интересно фигурное катание в течение долгих лет. Я имею в виду массовую аудиторию. Появились Загитова, Медведева, тысячи просмотров, миллионы поклонников, Загитоботы, Медвеботы и так далее. Сумасшествие. На этом чемпионате Европы не было ни Загитовой, ни Медведевой. Зато были три девочки, которых многие путают между собой. Косторная, Щербакова и Трусова. Они прыгали, мощно прыгали. Они пытались изображать из себя эмоциональных и зрелых девушек, но все-таки они очень юны. И они, возможно... Сейчас обрежем. И несмотря на то, что сейчас у них нет вообще никаких конкурентов в Европе, потому что в Японии и в США есть, далеко не факт, что именно они отправятся на Олимпиаду 2022. А туда отправится еще более юная Камила Валиева, которой сейчас 13 лет. Посмотрим. Дело в том, что без противостояния личности, а сейчас нет противостояния личности, есть только трио, и оно выступает как бы единой русской тройкой, как у Гоголя. Без этого противостояния личностей, как Загитова и Медведева, интереса уже не так много к фигурному катанию. И даже в Граце на 4000-й арене не было аншлагов. Я уже не говорю про телевизионные рейтинги, которые также упали по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы, который выиграла Софья Самодурова. Но обсуждали мы больше кого? Конечно, Алину Загитову. Четыре золота, десять медалей из двенадцати. Это все прекрасно, но главный старт сезона все-таки чемпионат мира. И далеко не факт, что у России будет столько же медалей. Одно золото – да, в женском турнире, в остальных сомневаются. И сейчас очень важно собрать правильный состав на мир. Скорее всего, костяк уже известен. У нашей страны 11 мест на чемпионате мира. По двум из них, я думаю, должны быть сомнения. И одно из них в женском турнире. Давайте разобьем на время русскую тройку. Отцепим Александру Трусову от Анны Щербаковой и Алены Косторной. Она пока из них трех слабейшая. Не зная, с чем это связано, но ее оценки по ходу сезона все ниже и ниже. Сейчас на чемпионате Европы у нее самый низкий балл в сезоне. К счастью, на этот раз она не оплакивала свою бронзу, как на чемпионате России. Но тем не менее, вопросы есть. Спрятать Александру в Хрустальном до марта, когда будет чемпионат мира, самое простое. Но мне кажется, лучше отправить ее на еще один отбор. Вместе с Лизой Туктамышевой. Финал Кубка России во второй половине февраля снова в Великом Новгороде. Да, я в курсе, что Александра привезла Лизе Туктамышевой 21 балл на чемпионате России. Ну так пусть она еще раз докажет, что она сильнее. Чего ей бояться? А если она еще раз обыграет свою конкурентку перед чемпионатом мира, Александр и ты пойдет только на пользу и добавит уверенности перед чемпионатом мира. Мне ведь уже не один человек говорит, что потенциально она самая сильнейшая фигуристка. Так пусть еще раз докажет. А если проиграет отбор, у федерации будут основания разбить русскую тройку. Ведь все-таки не будем забывать, что у нас выступает на чемпионате мира сборная России, а не сборная Этери Тутберидзе. Сашенька, у тебя такой разброс в башке. Татьяна Анатольевна, вы в своем уме? Вы понимаете, что вы сказали Александре Трусовой? Она упала четверной луц, и вы тут же сказали, Сашенька, у тебя разброс в башке. Но ей 15 лет. Если даже перевернуть эту цифру, то будет 51. Придется прибавить 21, чтобы получить ваш возраст. Очко, Татьяна Анатольевна. Я считаю, что все должны пойти в бесконечный отпуск оттуда. Каждое очко у девушек-одиночниц на вес золота. Потому что очко туда, очко сюда, и вы уже проиграли. Александра Трусова, ей 15 лет, она королева квадов. Но на каждом своем выступлении в этом сезоне она эти квады падает. Она их заваливает и падает. Что не так? Понятно, что на тренировках она умеет их делать. Но значит, что-то не так в ее голове. Слово башка на Первом канале. Чем меньше таких фраз будет, тем у Трусовой больше шансов все-таки не заваливать квады и составлять реальную конкуренцию. Ведь потенциально по набору баллов Трусова выше Щербаковой и Косторной. А это сейчас у нас такая гегемония, что тройка Тутберидзе, которая всех рвет на Европе. Но есть Кихира, которая, кстати, набрала на чемпионате Японии больше баллов, чем Трусова сейчас. Есть также Алиса Лю, американка. Которую пока не допускают до чемпионатов мира, но которая обязательно к Олимпиаде придет. И у нее баллов очень и очень много. Она конкурирует с ученицами Тутберидзе. Поэтому не надо говорить про разрыв башки. Нужно как-то подготовить Трусову психологически. Все-таки в 15 лет у человека и должен быть разрыв башки. Иначе он будет пенсионером. Ну что такое мельдони? Его пьет каждый пожилой человек. Для меня главным потрясением этого чемпионата Европы стало победное возвращение Тамары Москвиной. Ее пара снова лучшая в Европе. Впервые с 2015 года. И у дойота Александра Бойкова Дмитрия Козловский хорошее будущее. Они вполне могут уже сейчас претендовать на попадание на пьедестал почета на чемпионате мира. Обратите внимание, насколько они психологически устойчивы. Как они, может быть, немножко неуверенно, зажато начали катать произвольную программу. А катали они ее последней, зная прекрасно, что будет в случае хорошего проката. И как они по ходу программы расцвели. И когда закончили, ни у кого сомнений не возникло. Это новые чемпионы Европы. И меня еще потрясло, как Дмитрий искренне и неистово целовал в щечку Тамару Николаевну. Он благодарил ее искренне, благодарил ее за то, что она им дала. Тамаре Николаевне хочется верить. А как иначе, если у ее дуэтов медалей на крупных турнирах больше, чем у меня пальцев на ногах. Господин Беглов, у меня для вас есть новости. Дело в том, что Грац, австрийский, город-побратим Санкт-Петербурга, только что принял чемпионат Европы по фигурному катанию. И знаете, что у них не получилось? В этом городе начинал спортивную карьеру Арнольд Шварценеггер. Это было первое его представление бодибилдерское. Но с тех пор город Грац не оброс ни мускулами, ни дворцами, да и вообще ничем. Потому что у них даже нет нормального дворца, где бы они могли провести чемпионат Европы. Вместо этого они отправили Трусову, Косторную, Щербакову и всех наших звезд куда-то на задворке города Граца, в ангар, где они под шатром прыгали. Даже в некоторых гостиницах не было горячей воды. Представляете, что? А тем временем Россия по-прежнему в бане. Россия по-прежнему в бане, в международной бане, в международном бане, международного олимпийского комитета. Не смотря на то, как мы проводим соревнования всегда, а они всегда проходят с блеском. И наше союзное государство Беларусь делает то же самое. Я в прошлом году был на чемпионате Европы в Минске, и там все было чистенько, гладенько, как у Лукашенко. Всегда картошечка, дранички, все хорошо. В России гран-при проводят каждый год на шикарной арене. Был чемпионат Европы пару лет назад. И все всегда проходит отлично. Поэтому хватит банов, хватит бани для России. 2-2. Главный счет чемпионата Европы. Две золотых медали пришло из Питера, и еще две из Москвы. У меня свой счет. Москвина Мишин 1-0. Мишин еще может взять реванш на чемпионате мира, если Лизу отправят на отбор. Нет. Да. Не отправят. Отправят. Пошел. В бесконечный отпуск.